В том, что это продолжение того, о чём мы говорили, что нужны какие-то ориентиры, и, конечно, они нужны для молодого поколения. При советской власти кино финансировалось государством. Государство было заинтересовано в том, чтобы кинематограф развивался. Понятно, что там были какие-то госзаказы и прочее. Но, в общем, то, о чём вы говорите, детское кино действительно было. И это было на государственном уровне. Ещё раз подчёркиваю, это была государственная программа. На сегодняшний день настолько всё хаотично, настолько всё подвержено каким-то непонятным влияниям, каким-то, откуда ветер подует, куда он подует и так далее. Поэтому, поскольку нет программы, думаю, поэтому нет кино, нет героев для детского кино. Детское кино – это очень ответственно. Потому что на детских фильмах – это одна из сфер, на котором воспитывается поколение. К сожалению, на сегодняшний день мы этим похвастаться не можем. Надеюсь, что всё-таки что-то изменится. Но, извините, это может только с появлением финансирования государственного? Я думаю, да. Во-первых, это должна быть государственная программа. Потом должны быть режиссёры, которые любят детей. Мне кажется, это очень важно – любить детей. И тогда и сценаристы должны любить детей. То есть это априори. Продолжение следует...